Когда мы говорим о том, что человек создан по образу и подобию Бога, то это означает, что продвижение человека, как бы его полноценная человечность, это и есть подобие Богу. То есть чем больше мы подобны Богу, тем больше мы полноценны как человеки. И поэтому для того, чтобы нам развиваться как человеку, нужно посмотреть, какие есть качества у Бога, и постараться эти качества тоже в себе развивать. Это понятная идея, она, в общем-то, ревиальная, называется имитату Адеи, то есть подражание Всевышнему, она есть во всех монотеистических религиях. Но если с этой идеей мы зададим вопрос, какое самое первое описание Бога в библейском тексте, то есть Бог, он кто, то ответ первый будет, это тот, кто сотворил мир. То есть Бог, первое качество Бога, это творчество. И поэтому чем больше мы люди творческие, чем больше мы умеем создавать, тем ближе мы к Богу. То есть само по себе творчество, само по себе созидание нового, разумеется, Всевышний созидает мир новое на уровне мироздания, на уровне неба и земли, а мы не умеем пока на уровне неба и земли, мы созидаем на уровне меньшем, каждый в своей области. Но то, что мы являемся людьми творческими, это и есть первейший способ приближения ко Всевышнему. Поэтому первая ценность, первый идеал, что ли, который нам книга бытия дает, она состоит в том, что будьте людьми творческими. Созидайте. Хотите быть полноценным человеком, делайте подобие Бога. Первое качество Бога – это сотворить. Вот творите, и этим вы будете ближе ко Всевышнему. Вот я бы сказал, это первый урок, который мы должны извлечь из книги бытия. А творить – это всегда создавать новое. Творить – это всегда из прежних вещей, из того, что не было видно в прежних вещах, вы создаете. И когда вы подходите к библейскому тексту, в том, что его ценность, первая ценность, которая нам дает это создавать новое, то это новое и в науке, и в искусстве, и в религии тоже. И в этом смысле, мне кажется, вот эта динамика, она должна войти просто в наше сознание и в самого прочтения библейского текста. И это, мне кажется, важно.